Приветствую вас, Алена. Первое, что мне хочется у вас спросить, это какой у вас вопрос к психологу, собственно говоря, и почему, если ваш психолог, вот у вас есть психолог, если он вам помогал на протяжении многих лет, вот, и мне хочется верить, что помогает до сих пор, то почему вы с этой проблемой не обратились к нему, а обратились к этой проблеме, с этой проблемой к нам, к людям незнакомым и, собственно говоря, вас вообще-то вас не знают, да, то есть мы вас не знаем. Ну, мы совершенно точно с вами не работали раньше, вот. А у вас вообще есть психолог, с которым вы работали, с которым вы работаете, вот, и так далее. Здесь, на мой взгляд, это странно. Как минимум. Дальше. Следующий момент. Значит, кроме того, что у вас отсутствует вопрос, я вижу у вас не совсем здоровую связь с вашей дочерью, потому что вы говорите и, собственно, встречаете о том, что дочь у меня, значит, она у меня, домофе, вот. Ну, обычно, когда люди говорят, она у меня, это означает проблему, проблему, личных границ, как правило. Проблема личных границ означает, что человек, один человеческий человек, в данном случае вы, в полной мере не отделяет себя от другого человека. В данном случае это ваша дочь. Вот. То есть в полной мере, в полной мере отделение не происходит. И, на мой взгляд, в этом кроется одна из плечевых проблем, из-за чего и ваша дочь чувствует себя такой побавленной, побавленная, и из-за чего вы, собственно, тоже, наверное, имеете проблемы определенные с психологом. Не психологом, а вот имеете, имеете определенные проблемы, которые пытаетесь решить со специалистом. Проблема личных границ. Отделение себя от дочки. Вы как-то дорожите отношениями с ней. Слишком сильно. А болезненно пытаетесь их восстановить. То есть чувствуется, что у вас дочери есть некий симбиоз. Который, скорее всего, не мешает ей самостоятельно двигаться по жизни. Ну, раз, потому что вы ее, скорее всего, всем обеспечиваете. Ну, вот, она не работает, ничего, да, то есть как бы... Ну, тут она такая не самостоятельная. Хоть мы работаем с личными границами, это первое. На все нужно обратить. Образить не надо. Второе. Это то, что вы пишете, что, значит, разрывается сердце. От чего разрывается сердце, конкретно. Здесь тоже нужно про анализировать, изучить, понять, о чем идет речь. Потому что ситуация важная, ситуация непростая достаточно. Вот. И нужно, 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 нужно понять, что происходит. Вообще. Вот. Нужно понять, что происходит, как происходит и прочее. Это очень важно. Вот. Ваши проблемы. Если они есть. Нужно решать. В некоторой степени. Вам. Самой. Сейчас, ну вот. С психологом. Но, судя по всему, если много лет психолог помогает, то проблемы как-то вот, видимо, особенно не решаются. Потому что, потому что много лет психолога, это, помощь ради помощи, это как образ, образ жизни, возможно, у вас. Что не является чем-то, хорошим. Опять же. Поэтому здесь, тоже нужно исследовать, какие проблемы у вас. И в чем вам помогает психолог. Вот это очень важный аспект. Вот. Ну вот. Ну вот. В принципе, остался последний момент, что касается травмы. То есть вот, ну, то, что вы вот называете психотравмой, да. То есть вот, что это не травма, потому что она такая здесь. Ну, во-первых, про травму, про травму никто особо не говорит. Это первое. Второе. Как бы драматичность заключается в вашей чрезмерной связи с дочерью. Не очень здоровой, слишком близкой, без личных границ. Вот. И не отношение к ней как к взрослой. До сих пор вы относитесь к ней как к маленькой. Вот. И подобная проблема. Подобная проблема, она, безусловно, существует. Подобная проблема имеет место быть. И делать, типа, не в раме, а в том, что вы, вот, как, вели себя с ней, как будто она маленькая и ни на что не способна. Собрали свои руки и подавляли ее инициативу. Если вы вспомните, то вы, если вы вспомните и будете честны с собой, то вы вспомните, как подавляли ее инициативу, когда она была еще маленьким. Ребенка, возможно, даже грудным. То есть, еще не ходила. Еще не была самостоятельной. Вот. Такая вот история. То есть, изменит ваше поведение и отношение к ней, изменится и она. Сама. Такой вот момент. Ну, опять же, общение выстраивает с дочерью. Нужно понимать, что с детьми общение выстраивается, вот, ну, именно, вот, у родителей с детьми общение выстраивается несколько специфично. Вот. То есть, оно должно, это общение, иметь определенные границы, вот, оно должно иметь определенные ограничения, вот. А человек, в свою очередь, должен иметь мотивацию для того, чтобы что-то делать самостоятельно. Ваша дочь, такой мотивации не имеет, к сожалению. И в этом вы ответственны, в том числе, вы. То есть, вы считаете, что, вот, проблема вашей дочери, да, это чистая только ее проблема, да, и что, как бы, к вам эта проблема не имеет никакого отношения. На самом деле, проблема вашей дочери, это, о, прямое, о, это прямое, о, это прямое, тем лучше будет для вас. То есть, чем быстрее вы перестаживаете пытаться, 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 именно пытаться, отдалиться от, о, проблем. Вашей дочери, чем быстрее вы перестанете здесь себя отграничивать, а личные границы, от них, как не скрывается, они все равно себя, себя, нет, да и проявят. Вот, у вас они проявляются в том, что проблемы дочери не связывают ее со своими проблемами, и в том, что, говорит, что у нее не было травматичности, что это не следствие травмы, вот, хотя, в общем-то, как я сказал, под травмы, можно понимать, разные вещи совершенно, совершенно разные вещи можно понимать под травмой, вот, поэтому, тут момент он специфичный, да, ну, момент, здесь он такой спорный, что понимать под, что понимать под травмой вообще. Так что, тут вот такая история, и, соответственно, именно на это я рекомендую обратить вам ваше внимание, именно на это, именно на то, чтобы посмотреть на себя, именно на то, чтобы обратить внимание на то, как я веду себя со своей дочерью, да, что конкретно я ей посылаю, какие я ей посылаю вообще вещи, какую информацию я ей вообще посылаю, вот. И, что она от меня вообще получала, вот, то есть, ну, только здесь вот нужно понимать, да, что, такие вещи, как, например, забота и так далее, это, ну, немножко не котируется, потому что мы тут говорим об объективных вещах, не о том, что вы считаете нужным, да, на том, на том, как вы это все видите, да, о вещах таких, более объективных, вот, более объективные вещи, они связаны, именно с тем, как ребенок воспринимает то, что вы ей пытаетесь, значит, донести до нее, вот, это очень важно. Собственно, формулируйте запрос Алена, потому что у вас запроса нет, но его не присутствует в вашем сообщении, вот, к сожалению. А он, собственно говоря, необходим, именно, вот, запрос, то есть, что я, собственно, хочу от психолога, вот, что я, чего я жду от психолога, какой помощи здесь я жду. Вот, это важно, это важно очень сильно. И дальше уже с психологом вы будете работать над тем вопросом, который сформулируете. Запрос помочь дочери дочери не катит, потому что нельзя и не этично, и вот то, что вы сейчас делаете, это не совсем этично. Нельзя третьими лицами работать, да, через кого-то. Ну, можно в своем поведении подпалкивать человека к каким-то вещам, каким-то поступкам. Вот этому нужно научиться, этому можно научиться при желании, при желании. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их любому, любому специалисту, который придется вам по душе. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...